Сегодня я хотел рассказать про замечательную мудру, которая является собой и отображает принцип нашей Вселенной. На некотором уровне, в принципе, они все отображают то, как устроена и сложена наша Вселенная. В частности, голографичность и взаимовложенность, и связанность одного с другим. И любая мудра отображает на некотором уровне, особенно после моего воздействия, работы, наложения еще в моем сознании. Каждая мудра налагает и отображает определенную руну. Руны тоже объемные чаще всего, но даже в том виде, в котором я о них рассказываю, они работают. И это видео я хочу, скажем так, посвятить и сфокусироваться на одной руне, которая является логическим, логичным продолжением руны «Все для победы». В то же время это она же анти-трешестерка. Я уже давал одну мудру анти-трешестерки, но там как лесенка была. Так вот, в то время как три-шестерки это символ «Окей», как известно. «Окей», жест является очень нехорошей такой мудрой и руной, где верх зациклен, завязан, если брать руку, кисть некоторой отображением, некоторой, скажем так, проекцией чакральной системы, то верхние чакры замкнуты в кольцо полностью. Что уже о многом говорит? Так вот, противоположное будет выглядеть вот примерно вот так. Где вот указательный и средний, они связаны. Эта мудрая, она отображена много раз на старых иконах, так называемых. Вот одна из них. Вот другая. Надеюсь, всем видно. Третья. Четвертая. Но тут она вот так. Крестик не совсем верно. Все-таки вместе фокус на цель будет более корректно. Почему я считаю, что эта икона, которая ни разу не для помолиться, а является частью более сложного механизма, раньше только старой иконы именно. Вот здесь вот показана другая, но тоже мудрая руна анти-три шестерки. То, чем сейчас большинство так называемых верующих, верунов, скажем так, крестятся, как крестятся. Это полная противоположность того, как надо. Я уже рассказывал о крещении. Кто не смотрел, смотрим. На канале Цельнозор. И, наверное, будет выложено на канале Монада, ибо это довольно ценные техники. Могут посмотреть реальный, на мой взгляд, крещение, но реальный способ, как было раньше, работа с энергетикой своего тела, с тонкими телами, это снизу вверх подъем и полная противоположность. Не вот так вот сфокусированы в узелок верхней чакры условно. Вот каждый может почувствовать разницу между вот этим вот и вот этим. Вот так, вот так, вот так ниже. И сразу полностью, совершенно иначе, начинают течь энергии. Я называю это цель, фокус на цели, потому что и нижние чакры, и нижние потоки сфокусированы, зациклены, а верхние направлены в одну цель. Можно назвать это как раз-таки вот настоящее, мудро трех шестерок. Но в хорошем смысле этого слова не в том, как используется наоборот. Знак три шестерки, это совершенно другое. Вот нижние все в сфере приединство. Я бы назвал это материя, информация, мера. Это единство пространства, времени и вектора. Попробую сейчас отобразить, что я имею в виду графически. Попробую показать. Все более-менее знают так называемый... Сейчас найду. Где тут кисточка? Знак восьмерки. Почему восьмерка? Потому что я пытаюсь показать, что будет принцип вселенной, как раз-таки то, с чего я начал, это некая фрактальность. Вот тут показано. То есть, все связано со всем, все на всех уровнях. Почему я, собственно, с этого и начал? С демонстрации вот этого принципа замечательного. Так вот, принцип объема 3D, вот они, три в одно. Получается, вот с одного источника идет материя. Информация, мера, как граничит. Вот примерно так. То есть, это восьмерка, но тут еще добавлено... Сейчас попробую убрать. Вот так и идет вот так. То есть, тут не две, не одна линия мебиса свернутая, а она объемная. Есть еще одна, которая на другом уровне проходит. И получается, мы имеем в виду по факту вот такое нечто. То есть, это знак бесконечности, три, только три составляющих тут. И если соединить, совершенно другие потоки, особенно если поднять над головой, совершенно другие ощущения. Если взять вот эту мудру и сокусироваться на цели, а еще если мысленно, как бы, эфирным телом коснуться этой цели, то сразу понятно, твоя эта цель, не твоя, надо тебе. И что лишнего убрать и что куда перенацелить. А когда мы еще делаем вот так, сводим верхние, то получается вот она цель, условно, звездочкой нарисуем ее, то тут как прямой путь есть, так и окольный. Любыми путями мы к цели идем. Я не художник, я только учусь, прошу понять и простить, как говорит Путин, отнестись с пониманием. Художник из меня никакой. Но идея понятна. Вот она. Все пути ведут к цели. Вот. Соединение трех и снизу выброс на цель. Фокус на цели. Это та мудра, которую я хотел рассказать сегодня. Потому что она это квинтэссенция. того, что, собственно, Рая рассказывал, почти всех мудрых, что ранее давал. Это все для победы, только 3D. И да, она сразу, когда вот ее делаешь, сразу идет восходящий поток, да и нисходящий тоже, если ее наложить на первую сверху чакру, на белую чакру. Рекомендую попробовать. Работают великолепно. И сразу появляется ясность, осознание и наполненность структуры. Кристалл образовывается. Потому что это все, оно идет вниз, и оно зеркально определенным образом. получается некий ромбик такой. Тут он боком лежит, на самом деле, он нужно выше поднять, но просто некому. В общем, такой ромбик структуры. Еще один вариант кристалла в мудрый, выраженный в мудрый. Итак, работаем. Направляем. Работаем с энергией, ибо все только начинается. Это то, что объединяет вот это позволит лучше работать при достижении цели и работать с пространством, временем, фрактальностью и настраиваться на всю теленную. Это поможет всем. Поможет настроиться на единство скажем так, кона, материи и информации. Потому что информация это не есть кон. Кон это некая мера. Так вот, это мудро настроит человека именно на гармонию. Гармонию триединства информации материи икона. Так что, гармонии всем. Негармоничные, я думаю, просто не выживут в том, что грядет. икона, аминь, аминь, Аминь. Продолжение следует...